Его волка из ну погоди, лёлика из бриллиантовой руки, кису из двенадцати стульев, серпилина из живых и мёртвых Дубинского, из белорусского вокзала, знают, ну, кажется, все. И взрослые, и дети. Комик с душою трагика Анатолию Папанову. Сто лет. Тебя посодят, а ты не воруй. Он ещё не стал народным артистом, а сказанные им фразы уже ушли в народ. Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты. Так звёзды сошлись. Человек из семьи далёкого от театра сам стал звездой. Фронтовик, артиллерист на войне с первого дня. В звании старшего сержанта командовал арт-батареей, но в 42-м был ранен под Харьковом в ногу. В ГИТИС его взяли после обещания исправить хромоту. У Папанова был комплекс, он боялся быть самим собой на сцене, он боялся говорить собственным голосом, он боялся выступать без грима. В творческой карьере Анатолия Папанова сначала был драм-театр в Клайпете, а потом театр-сатир в Москве на всю жизнь. Он говорил, никогда ни один спектакль от репетиции лучше не становился. Или он говорил, если бы утром не идти на репетицию, а вечером не играть спектакль, профессия артиста была бы самой прекрасной. Анатолий Папанов еще до войны занимался в драм-кружке клуба завода «Каучук» в московских хамовниках. Успевал сниматься в массовках. Его фамилий не было даже в титрах. Внимание кинематографистов и критиков он удостоился после роли комбрига Серпилина в фильме «Живые и мертвые». Я, командир дивизии, знаю, что вы сегодня полностью выполнили приказ, сделали все, что могли. Но я все же прошу вас сделать последнее усилие пойти и перерезать фашистам путь к отступлению. Такая у меня просьба. Фильм по роману Константина Симонова стал для Папанова отчасти и биографичным. Он тоже был в окружении и в фильме точно попал в образ. Кстати, свои награды, два ордена Отечественной войны и медаль за победу над Германией, получил уже, будучи популярным. Константин Михайлович мне говорил, что, очевидно, самую главную роль в выборе моем сыграло то, что я все-таки фронтовик. Он долго думал, я очень сомневался, но тем не менее, вот это все-таки и перетянуло, вот это было основным. Я, конечно, счастлив, это моя самая яркая страница в биографии. Он был великим трагиком, но народная любовь пришла к нему за комедийные роли. В 66-м на экраны выходит «Берегись автомобиля», и там рождается дуэт Миронов-Папанов. Ты вообще живешь на свете по доверенности? Все, все, не трожь собачку. Машин наим жены, дач на мое имя ничего у тебя нет. Ты голодранец. Оглушительный успех, когда Анатолия Папанова узнавал уже каждый житель Советского Союза, принесла роль контрабандиста Лелика из «Бриллиантовой руки», того самого, у кого ус отклеился. Не беспокойся, козлодоев! Козадоев! Козлодоев! Мамочка! Идиот! Детям мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. Узнаваем был и голос Анатолия Папанова, которым говорил Волк, герой любимого всеми мультфильма «Ну, погоди». Ждет моих подарочков, ребятня, и тебе достанется от меня. И, наконец, бываются все мечты, лучший мой подарочек – это ты. Поначалу артист скептически отнесся к этой озвучке. Подумаешь, одна фраза из десятых междометий. Ну, Заяц, погоди. Но потом не раз повторял, что Волк съел его биографию. Такой уж популярной стала эта роль. Были гастроли в Болгарии. Какой-то там председатель коммунистической партии этого округа. Он, значит, говорит, вот, дорогие другары, сегодня у нас в гостях Московский академичный театр «Сатиры» и великие артисты Андрей Миронов. Анатолий Папанов, Волк. И тут их, в общем, заставили, ну, Заяц, погоди, стояли пиодерок. И он к каждому подходил, ну, Заяц, погоди, ну, Заяц, погоди, ну, Заяц, погоди. И в конце он сказал, ну, Заяц, погоди. И горы разнесли этот клич. Ну, Заяц! Кстати, создатель мультфильма Вячеслав Котеночкин не мыслил Волка без Папанова. И смерть артиста вынудила положить проект на полку. Маме приносят конверт. И написано, Союз мультфильм, ну, погоди, деньги. Папа уже нету, мама звонит Котеночкину, говорит, что такое, какие деньги. Он говорит, Надя, это тебе гонорар. Она говорит, какой гонорар? Видишь, говорит, мы сейчас сделали еще одну серию, у папы очень много было дублей. И вот мы их подложили тебе гонорар. Это уже после смерти папы. Последней его картиной стало «Холодное лето 1953-го», где Папанов сыграл Копалыча, бывшего инженера, осужденного по политической статье. Съемки проходили в Карельской деревушке. Кто такие? Лузгай Копалыч. Сыльные. Политические. Очень приятно. Старобогатов Николай Павлович. Английский шпион. Инженер в прошлом. Главный. Люди, которые там проживали, выносили какие-то рыбы, которые они там сушили, нас угощали. То есть они из-за Папанова уважали всю нашу съемочную группу. Особенно покорить сердце артиста через желудок, конечно. Пытались работницы столовой, где обедала съемочная группа. Они специально ставили перед ним такую большую тарелку с пирогами. А пироги были там и с картошкой, и с местной, и с грибами, и с творогом, и с брусникой. И он, значит, так говорил, да все, все вкусные, все. А потом, когда мы уходили, благодарили, они все говорили, ну завтра, да каких пирогов вам напечь? А я так молча. Он проходил, мне говорит, спасибо, спасибо. А я так молча, говорила, давайте с брусникой. Фильм вышел на экраны через год после смерти Анатолия Папанова. Самым трогательным стал кадр, который сначала на монтаже вырезали, но потом вернули в самый конец. И он стал последним в жизни народного артиста. Об одном жалею годы. Так хочется пожить по-человечески и работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!